Витамин Д не вернет вам бывшего Ха-ха Привет, Данила Это на этом останавливается Песок есть можно? Можно Уксус, водка Это то, что мы капаем себе его по вине Не трогайте попки Приятно, да-да-да Мы не капаем себе его по вине Всем привет Мы сегодня собрались с Олей горячей, моей любимой И Пашей Житовым Будем развенчивать мифы Может быть, это не миф, мы вообще не знаем, что тут в этих бумажках Секретные бумажки Мы посмотрим, как мы на них будем отвечать И мы хотим, чтобы вы нам за это поставили лайк и подписку Потому что это всегда очень нужное знание И это помогает нашим пациентам избежать большого количества потери времени И нам учиться и совершенствоваться Ну что, начнем? Растирание нужно для лечения ОРВИ Растирание нужно? Так нет-то Потому что ОРВИ Ну приятно Приятно, да-да-да Здесь вот можно поменять, если глагол нужно на можно Или там не вредно Не вредно растирание Можно и без лечения ОРВИ тоже Он быстрее не выздоровеет или там, например, не заболеет Опасный миф Это растирание с растворами, которые содержат не воду Уксус, водка Водка или уксус Водка прям совсем опасна Потому что у детей интенсивно всасывается через кожу В принципе и у всех Спирт очень хорошо проникает через кожу И они получают вот этого спирта в большом количестве И попадают к ним в кровь Это крайне неприятная история А растирание, вот например, водой Бывают некоторые родители, которые там не используют лекарства Они там против того, чтобы давать какие-то ибупрофены Или парацетамол содержащие, жаропонижающие Они используют воду Здесь вообще можно Ну, то есть нужно Ну, не нужно, но можно Вы можете сможет Может помочь снизить температуру Может помочь снизить температуру Теплообмен Растирание воды, теплообмен там улучшить Но здесь очень важно тоже, что это не холодная должна быть вода Вода не сильно прохладнее ребенка Дело в том, что если вы сильно холодную воду используете То сосудики, они сложатся И не будет нормальной теплоотдачи Ребенок еще и орать начнет Ребенок еще и орать начнет Поэтому растирание при лечении урви Возможно Можно и без лечения урви Но не является единственным методом лечения Согласен? Это мы тогда подразрываем или рвем? Конечно, рвем, 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 рвем Рвем в топку Отлично При аллергии и отравлении нужно пить сорбенты, Ольга? Какой сложный вопрос, Павел Итак, при аллергии или отравлении Нужно понять, от чего аллергия или чем-то отравился Убрать этот аллерген или это отравляющее вещество И просто нужно и можно много пить Точка сорбента здесь ни при чем Ты сказала, что нужно убрать Но и вот в сорбентах написано, что они сорбенты убирают Они ничего не убирают Они всасывают это в себя и живут там в кишке Ну и что, и живут? Они там и живут Чем дольше там живет, тем больше у нас аллергии Тем больше нас тошнит, поносится и так далее А я слышал это как химия Берешь, съедаешь, они там в осадок выпадают В осадок выпадают Куда у тебя в кишке и что дальше делать? Нелогично получается Рви Противовирусные? Помогают при рви и гриппе У нас есть Здесь тоже, кстати говоря, такой интересный вопрос Отдельно написали при гриппе У нас есть противовирусные, которые могут продаваться В большинстве случаев в аптеках Они представлены в самых разнообразных видах И в сиропах, и в таблетках, и в свечах И даже в ингаляциях, кстати говоря И эти противовирусные препараты В большинстве случаев не могут воздействовать на вирусные частицы Потому что вирусные частицы Это не совсем бактерии Для которых достаточно Изобретено такой широкий Сильный способ воздействия Как антибиотики У вирусов просто мало точек приложения На которые мы можем повлиять И просто противовирусные препараты Это прям очень и очень Сложная структура для их изобретения И отдельно нужно отметить Что многие противовирусные препараты Не дают какого-то ощутимого эффекта Которое ускорило бы выздоровление Уменьшило дни заболевания Или что-то с ним произвело У нас есть отдельные препараты для гриппа Который содержит действующее вещество Которое может укорачивать Время заболевания Но при этом делают это Не прям значительно интенсивно По последним двум обзорам Которые были Они уменьшали это На один день заболевания из семьи Но они при этом уменьшали Количество осложнений Которое происходило Во время этого заболевания Если ты не выпил В течение 48 часов его То не пить это То можешь уже и не пить И вот этот препарат Он еще как бы помогает И то мы его не применяем Так просто и легко Без подтверждения Почему? Потому что он как настоящее лекарство Настоящее лекарство имеет Вот такой вот ворох побочных эффектов Оно прям может приносить Такое снижение качества жизни клиенту Пациенту Которое Ну снижает его Настолько больше Чем заболевания Поэтому мы все взвешиваем всегда Риски за и против И мы назначаем его тоже не всегда То есть не в каждой группе людей В некоторой группе Которые не имеют каких-то рисков Мы даже при поставленном к гриппе Можем, например, не назначать эти лекарства То есть диагноз сначала подтвердить Да, диагноз подтвердить А только потом назначить А не так, что я там раскинул карты Таро И у меня оказался грипп Нет И тут нужно, да, отметить Наверное, если не брать там взрослых Самую основную группу Это ректальные Я хотела это сказать А что, и ректальные не помогают Ну вот, перебивы Да, здесь очень важно Немного ликбез по поводу нашей биологии Нашего организма Дело в том, что Те вещества, которые используются В этих препаратах Мы их знаем Они афишируются Это интерфероны 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 Это такие большие Огромные белковые молекулы Которые вырабатывает наш организм И тут нужно знать Об их физиологии Дело в том, что Это такая огромная частица Которая внутри попки Не может В это Не трогайте попки И она не может И через рот Если вы эту свечку тоже съедите Она тоже не всосется Потому что Это очень сложная молекула Единственный способ Доставить до нас интерфероны Это то, что мы капаем себе Его по вине Так, так Мы не капаем себе его по вине По назначению врача Медицинский персонал Интерферон невозможно найти Интерферон этот капается В определенной группе пациентов У тех, у кого Выставлен синдром Иммунодефицит человека Которого этих интерферонов Не хватает И они их обновляют И это вообще не конфетки А если бы это было так просто Через попку все всасывалось Они бы не проходили этот ад Потому что это очень сложное Капельное введение Это очень тяжело переносится людьми Это высокий риск Сильных побочных эффектов Поэтому не стоит к этому прибегать Там без назначения Да это невозможно Ну что, можно я вот так сделаю? Да Отлично Детям нужно ли для роста и развития Давать поливитамины? А вы даете поливитамины своим детям? Пишите, если да И если нет, тоже История про поливитамин Она на самом деле Такая Спорная Если мы говорим про док-мед То поливитамин мы точно не даем Потому что мы берем витамины из пищи И сейчас начнется моя любимая тема Горячего в эфире 50 продуктов в неделю Нас будут всегда поддерживать Различными витаминами Если мы питаемся разнообразно, вкусно И тут надо вспомнить про селеземноморскую диету Треугольнички и так далее Там подобное Но мы про это уже говорили В предыдущих эфирах Смотрите наш канал Там тоже об этом узнаете Так вот, поливитамины давать не надо Если у ребенка нету диагностированных заболеваний Которые сопровождаются снижением витаминов В частности, если это не тяжелые нарушения Всасывания, маля-абсорбции Ну правильно же Педиатры тоже дают поливитамины В определенных случаях Это редкие заболевания Редкие заболевания, очень И из всех витаминов, которые мы даем Это только витамин D Но Паша сейчас меня, возможно, поправит И сейчас есть какие-то исследования Которые говорят о том, что витамин D Не надо давать всем поголовно У нас это старый холивар Холивар, ну вот Потому что этот холивар идет еще Уже несколько, мне кажется, десятилетий Дело в том, что мы Проблема даже не то, что кому мы даем Кому мы не даем А в том, что нормы витамина D Не валидированы Если переводить на русский язык То нормы взяты Грубо говоря, взяты с потолка Потому что четких указаний От какого момента недостатка витамина D Начинаются у нас От этих проявлений недостатка витамина D Никто не знает И мы поэтому принимаем Пока концепция не изменилась Мы принимаем витамин D Как это рекомендует ВОЗ ВОЗ рекомендует минимально давать Там 500-400 единиц Зависит от региона проживания От региона проживания Страны И еще от наличия этого витамина D В вашем организме В том числе Потому что дозировка есть профилактическая А есть лечебная Но не надо самому себе Назначить 5000 единиц в день И считать, что я сейчас Об витамине все буду крутышкой Нет, так не работает Если вдруг есть дефицит витамина D Его надо диагностировать И тогда назначить этот препарат Еще нужно сказать, что витамин D Не решает некоторых симптомов Которые вам кажутся Большинство симптомов Большинство симптомов Витамин D не вернет вам бывшего Ужасно Эх Потому что у витамина D Есть все же четкие показания Рвем Песочница-рассадник детских болезней Ты был маленький, в песочнице играл? Не знаю, как я был Да ты и сейчас играешь? Я только сейчас вот оттуда Из песка Вообще детские болезни Это очень широкое понятие У нас в медицине Мы медики воспринимаем детские болезни Это как там у нас есть Наши вирусные любимые заболевания Глистые Глистые А, детские детские болезни Сложные, непростой вопрос У нас есть в общем заболевания Которые могут реально быть там в песочнице Песочница не является рассадником На дну настолько Чтобы не пускать туда ребенка Для его собственного развития То есть мы живем в мире В котором много может быть вокруг грязи Которые мы можем воспринимать это на себя А песок есть можно? Можно Ну, как можно? Мы про песок можем что сказать? Это в рамках не столько медицинского вопроса Сколько вопроса Бытового От песка в кишечнике ничего плохого не будет Если я ем песок Более того, а наверняка он может Какое-то время у меня работать как медицинский Конечно, я их про это Профилактика запора Профилактика запора Представляешь, это будет такой Здесь больше брезгливость играет роль Брезгливость родителей Ребенок побежал, увидел поясочницу Поел песка, выкакал песок В чем проблема? Но они начинают говорить А глисты Скорее нет То есть, из песка взять глиста Скорее нереально, чем реально У нас глисты Нужно отметить одно У нас регионно Они являются Шибко распространенным по глистам И поэтому у нас нет Ни какой-то регулярной профилактики Которую мы должны проводить Как домашним животным себе И в песке К домашним животным По новой докветовской теории Мы тоже не всегда должны проводить профилактику У меня сын ветеринар Привет, Данила Спасибо за новую информацию А вы знали про то, что не нужно давать животным? Если тоже можете написать у нас в комментариях Слышите, ну тогда, в общем, рвем Я пойду поем песка Вообще отлично Ты будешь песка? Конечно Кисломолочные продукты полезны для кишечника Вот мы скажем, что да, они полезны Все срочно-срочно ставим лайки Говорим, ура, наконец-то мы про это Когда мы до этого обсуждали 50 продуктов в неделю Что я должна была сказать Конечно же не сказала Что обязательно это включает и ферментированные продукты И кисломолочку тоже Поэтому не съел кисломолочного продукта Навредил кишечнику в том числе Хотите хорошо какать, иметь здоровую кожу Не знаю, не пукать вонючими пуками Ешьте кисломолочку обязательно Но не переедайте Почему? Много кисломолочки тоже вредно Избыток белка Это к нашему разговору до этого Я каждый день, кстати, кефирчик или танец Ну сколько кефирчик? Литр? Ну ты же не пьешь литр кефира Я надеюсь А там я пью литр История такова, что на самом деле кисломолочка Если мы говорим про маленьких детей Это же история про три кулачка Молочной продукции в день Поэтому не получится выпить литр кефира А потом прийти ко мне и сказать Что-то у меня живот вздулся Что-то у меня отрыжка пошла Ну вот, привет, кефир А греческий йогурт, кстати Серьезный источник белка О том и речь Оставляем, не рвем Оставляем, не рвем Горчичники помогают при кашле Есть разряд медицины А тебе ставили горчичники? Да, да А банки? Банки А у нас недавно вдруг Дети приходила мама с ребенком У нее был такой топик Она наклоняется А там вот эти засосы от банок Не знаю, что там были за банки Может, массаж сегодня У женщины? Да Мама Подожди, это модная история Про жиросжигание Это не про кашель уже Да? Ну или про вывод токсинов Все такое Банками? Ну да, там как-то это там наводится И там создается типа воспаление Ну, я не знаю Давайте раздадим еще третий вопрос А вам ставят банки? Сжигаете ли вы токсины? Выводите ли вы токсины банками? Когда-нибудь, да Или вы додумывались о том Что это может быть Эффективным средством Для того, чтобы решить Опять ваши проблемы Вообще трэш Значит, по поводу горчичников Горчичники относятся К той разряд медицины Которая говорит про Если это не вызывает Каких-то неприятных ощущений Это говорит про заботу Горчичники мы делаем тогда Когда человеку плохо Во время заболевания Мы ему прикладываем К разным частям Это может создавать У него тепло Или разогрев Мне нравились горчичники Потому что мне нравился запах Прекрасно И мне нравилось вот это вот То некоторое тепло И раздражение Которое они создавали Когда мне там К ножкам в воде это делали У меня А точно Еще же горчичники Вот эти Делали это Не только сюда А то я забыла И мне становилось От этого хорошо Это было проявлением заботы И во время заболеваний Я однозначно Страдал меньше Наша самая главная задача Во время заболеваний Сделать страдания меньше А удовольствия больше Поэтому горчичники При заболевании Для кашля Ноль эффекта Вот совсем Отличный человек Получается массаж надо Горчичники можно Свечи в попу нельзя Да Ура Тогда Ну что помогают Не помогают Надорвем и оставим А при кашля Нет при кашля Блин не то порвала Извините Подожди Надо вот так вот А это оставят Да Вот так Ура У меня очень интересный вопрос Просто бомба Который Он очень популярный Он очень популярный Нужно сдавать анализ На дисбактериоз Что вы скажете Прекрасный вопрос Вчера недалеко Вчера ко мне на прием Приехала мама Из Дагестана Они сдали анализы Говорит Ну вот я там вас давно читаю Я подготовилась Я знала что мне надо сдать И достает Каул на дисбактериоз анализ МСХ по Осипову анализ Каул на углиоды И к прологию Говорит Слушайте Ну вы меня хорошо Видимо читаете Раз вы все это Насдавали Но я ее убедила Что если мы сдаем анализ На дисбактериоз Там можно посмотреть 20-30 Ну не знаю В лучшем случае 40-50 Бактерий Условно патогенных И так далее Но того триллиона Который живет в нас От головы до попы В нашей кишке На нашей коже Мы точно не увидим Поэтому оценить Реальную наш внутренний мир И внешний Сдав анализ Мы не можем И даже если мы найдем Там стафилококка У грудного ребенка Мы тоже его лечить не будем Потому что сепсиса Стафилококка Из кишки У ребенка не вызовет Разве ты же почитай К тебе придут и скажут Особенно Неонатальному доктору То а как же У моего грудничка Стафилококк Спасите, помогите Не надо никого спасать Спасите стафилококка Спасите свои Бифидолактобактерии Помните, что микробиоты Она уникальна У каждого Она у каждого своя У Паши одна У меня другая У тех, кто там стоит За камерами Третья И не надо ее травить Лечить 50 продуктов в неделю Кисломолочные продукты Ферментированные продукты И будет вам счастье У меня, кстати, понравилось Я где-то вот эту аналогию услышал Что мы, когда берем Анализ на дисбактериоз Смотрим с помощью С помощью Этого Телескопа На звездное небо И видим там Вот этот короткий кусочек Мы видим, может быть, хорошо Но дело в том, что Вот именно этот анализ на дисбактериоз Это на этом и останавливается Отличные налоги Больше мы вот этого Всего звездного неба не видим Очень красивые налоги Мне кажется, это Леша Коловенко Возможно Да В общем Привет, Леша Привет, Леша Леша, а ты сдаешь на дисбактериоз? А вы сдавали на дисбактериоз Алексей, напишите комментарий Да Алексей, как вы с дисбактериозом? Рвем Сжигаем Ура Итак, это был Павел Житов Педиатрный анатолог Сити-клиник Док-дети, док-мед Док-дент И я, Оля Горячева, гастроэнтеролог Подписывайтесь на наш канал Не забудьте ответить на вопросы Которые мы вам задавали Во время нашего видео И не переключайтесь Поделитесь своими историями Нам всегда будет приятно Послушать, как у вас это происходило И вместе мы с вами Также ответим вам на комментарии Если возникнут какие-то вопросы Ура Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому